В России продолжается перепись населения. В Свердловской области к ней присоединились уже более трех миллионов жителей. Тем, кто еще не участвовал в переписи, специалисты рассказали о важности масштабного анкетирования. Подробности в сюжете. Перепись поможет отследить и спрогнозировать численность населения, говорит доцент кафедры социальной работы Уральского федерального университета Наталья Смолина. Перепись населения проводится для учета граждан на определенной территории, в регионе, городе и поселке. Мы имеем в виду государства разработать какие-то меры поддержки деревенского, сельского населения, которые позволят людям не уезжать из сел, оставаться там, имея при этом доход для удовлетворения каких-то базовых потребностей. Также немаловажные вопросы анкетирования, касающиеся сферы занятости населения. По мнению доктора социологических наук Натальи Антоновой, результаты переписи позволят создать рабочие места и повысить социальную обеспеченность. Учитывая, что рынок труда сегодня трансформируется, это дает хорошую картину, иллюстрацию о том, в перспективе, что будет с рынком труда и какие усилия нужно приложить государству для того, чтобы, например, снизить негативные тенденции на этом рынке. Всего в анкете 33 вопроса. Они касаются возраста, пола, уровня образования, условий проживания. Все листы заполняются со слов и не требуют документального подтверждения. При этом люди могут давать переписчикам и недостоверную информацию. Чтобы процент вымышленного не повлиял на результаты анкетирования, специалисты проведут проверку. Будет проведен контрольный опрос 10% участников переписи населения, в ходе которого выявятся вот эти вот разночтения. Кроме того, будет проверка данных через разные ресурсы, ну, по численности населения, по численности зарегистрированных. Принять участие во всероссийской переписи населения можно тремя способами. Дождаться переписчика дома, обратиться в переписной пункт или пройти опрос на сайте госуслуг. Мы спросили горожан о том, каким способом они принимали участие в анкетировании. Переписался онлайн. Самое удобное, никуда ничуть ходить не надо. Переписчица приходила к нам. Все, я открыла дверь, мы с ней переговорили. Она все записала, буквально где-то минут 5-7 было. Нет, я не переписалась, потому что ко мне никто не приходил, а я постоянно на работе. Я бы, конечно, зарегистрировалась. Да, переписались дома. Приходили домой. Мы как-то не успели выбрать, просто пришли сразу и все. Сегодня в России переписано более 90% жителей, в Свердловской области более 70%. Перепись населения продлится до 14 ноября. Виталий Модин, Евгений Шилов. Новости. Переуральск.